Приветствую вас, давайте разберём наш вопрос, не знаю как мне быть, у меня сильная эмоциональная зависимость, хоть чем-то помогите, мне ничего никого не интересует, только хочу и жду этого человека. Ну смотрите, во-первых, если вы уже озвучили такой момент, что у вас сильная эмоциональная зависимость, вы как-то понимаете, что это зависимость, значит у вас в той или иной степени появилась возможность посмотреть на эту ситуацию не только, ну не только чисто с субъективной точки зрения, а появилась возможность теперь посмотреть на это и с другой точки зрения, с точки зрения того, что у вас именно зависимо от человека. То есть вы здесь, в этом смысле, делаете, на мой взгляд, шаг вперёд. Вы двигаетесь здесь. И в этом вы, конечно, на мой взгляд, большая молодец. Потому что вы здесь можете сделать этот самый шаг вперёд. Дальше. Что такое зависимость? Зависимость. Зависимость это потребность. То есть у вас от человека, точнее с человеком связана потребность какая-то. Какие-то, какие-то желания, какие-то желания у вас с ним связаны. Вот. Что это за желание? Нужно обреть. Что это за желание? Нужно исследовать. Понять, что это за потребность. И реализовать её. Удовлетворить её. Если угодно. Если угодно. То удовлетворить иначе как-то. Ну, не так как. Вы удовлетворяете сейчас её, свою потребность. Вот. Это можно сделать вполне. Вот. В этом нет особенно каких-то проблем. С психоэмоциональной зависимостью. С психоэмоциональной зависимостью. Работа довольно-таки отличная. Потому что эмоциональная зависимость это довольно серьёзно. Вот. Ну, особенно вот. Так же такая склонность к эмоциональной зависимости. На ровном месте. На ровном месте. Не появляется. Такая склонность к эмоциональной зависимости. Появляется в результате определённого опыта. В результате определённого опыта. Который у вас есть. Который у вас есть. Который вы сталкиваетесь. Сталкиваетесь. Ну, как-то вот. В той или иной степени. Да. Получается. И. Соответственно. Наша задача. Слана. Слана. В заключается в том. Чтобы увидеть. Что это за опыт. Из чего он состоит. Что он в себя включает. Как он в себя проявляет этот опыт. Ну и. И. Так дальше. И так далее. Это. Это. Очень. Важный. Аспект. Кроме этого. Очень важно сказать следующее. С их эмоциональной зависимости. Появляется в том числе. В результате того. Что человеку. Не интересно. Своя жизнь. Ну она ему вот. Вот она ему не интересна. Человеку. Вот. Ну не интересуется. Не интересуется человеку вот в своей жизни. Вот. Ему гораздо. Ему гораздо интереснее. Такому человеку. Вот. Такому человеку гораздо интереснее. Взаимодействовать. Например. С другими людьми. Интересоваться другими людьми. Вот. Но никак не. Но никак не. Интересоваться. С собой. Понимаете. Нет? Вам не интересна ваша жизнь. Соответственно. Наша задача. Выключается в том. Чтобы сделать. Чтобы сделать. Именно сделать. Вашу жизнь. Интересно. В этом заключается. В этом заключается наша задача. Это задача психолога. Да. Это задача психолога. Это задача психолога. Это вполне реально. Если вы конечно вот. Ну. Ну. Условно говоря. Ну. 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 Позволите это. Ну. Позволите это. Нам. Сделать. Ну. Вот. Понимаете. Какая штука. Тут тоже вот есть. Такой момент. Что. Мы же не знаем. С каким. С каким запросом. Вы. Обращаетесь. Мы. Мы этого не знаем. Мы не можем этого знать. Тут тоже такой момент. Тем не менее. Проблемы. 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 С их эмоциональной зависимости. Вот. Такие. И работать с ними нужно именно. Таких. Аспектах. Вот. Таких. Направлениях. Хотите ли вы. Эппла. Интересно ли вам. Эппл. Это уже вопрос. Это уже вопрос. Это уже вопрос. Но. То что вы. Понимаете. Что. Вот. У вас. психоэмоциональная зависимость. Это очень хорошо. Это очень здорово. То что вы это понимаете. Осталось. только. Теперь. Ну. Начать. Собственно говоря. Начать. Психотерапию. И. Когда вы. Займётесь. Ну. Вот. Собственно. Психотерапию. Вот. Я думаю. Что. Проблемы. Потихонечку. Начнёт. Сниматься. Именно. Потихонечку. Начнёт. Сниматься. Проблема. Вероятно, не сразу, не так быстро, как вам бы, может быть, этого хотелось бы, но она начнёт сниматься. Сама по себе же и совершенно точно от чтения советов проблемы не уйдёт, не снимется и не исчезнет, к сожалению. На этом всё, я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я буду вам благодарен, очень благодарен буду вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу и сформулировать базовые постулаты для психотерапии, то есть с чего вы начнёте работу с психологом. Вот. Это чтобы вы, ну, просто вот не, эм, так скажем, чтобы вы не пришли на психотерапию, да, без запроса. Прямо что запрос очень важен, запрос очень нужен. Вот. Это то, как вы сможете увидеть свой прогресс. Вот. Постановка запроса является важным аспектом. Эм, да, забыл, забыл, забыл сказать очень, очень важный момент. У вашего состояния, у вашего состояния, хоть оно и болезненно для вас, хоть оно и неприятно для вас и так далее, но всё есть ещё, помимо всего прочего, есть ещё, эм, вторичная выгода. То есть ваша задача увидеть, эм, какова ваша вторичная выгода от этого состояния. Именно вторичная выгода. Какая она. Что из себя представляет. То есть она совершенно точно, есть это факт. Как правило, люди попадают в зависимость, эм, потому, что боятся, или может быть не хотят, а себя как-то проявлят. То есть люди думают о том, что у них ничего в жизни не получится, ни на что они сами, в принципе, не способны, вот. И зачем в таком случае что-то делать? В случае я, условно говоря, отдамся на милость другого человека. Ну, в общем-то, что и происходит. Происходит именно это. По итогу. Происходит именно то. Именно, именно эта история происходит. Вот. То есть, человек, грубо говоря, значит, оказывается, в зависимости полностью, полностью растворяется в, ну, в ней, в этой зависимости. Вот. И, по сути, не обращает на себя. По сути, забивает на себя человек. Вот. Ну, я думаю, что, я надеюсь, точнее, что вы понимаете, что пока не будет выявлена вторичная выгода, вот, пока она, эта вторичная выгода, будет присутствовать, я бы сказал, что из зависимости вам выходить не будет какого-либо резона. Вот. Ну, а зачем? Зачем вам это делать, если у вас, как бы, есть, вот, значит, ну, в этом смысле, вот, значит, вторичная выгода, да, вы получаете от этой, значит, вторичной выгоды вот все, что вам, ну, все, что вам, ну, уже, понимаете, да, какая штука? Да, это неприятно, я согласен, то есть, очень, очень неприятно слышать, возможно, покоя. Ну, давайте будем смотреть правду в глазах, поскольку, ну, работа предполагает все-таки довольно, ну, довольно, ну, довольно серьезно, скажем так, изменение в вашем жизни. Вы, большая молодец, что обратились за помощью, вы, большая молодец, что решили поговорить об этом, вот, решили рассказать об этом. Большая молодец, а вот, ну, это только первый шаг, который вы сейчас сделали на пути к своей свободе. Следующим шагом станет именно выбор психолога и начало работы с ним, начало индивидуальной работы с ним, вот. Ну, а я вам желаю всего самого доброго, я вам желаю удачи, вот. Обращайтесь за помощью, не затягивайте с обращением, да, с помощью, вот. Потому что промедление, к сожалению, только будет усугублять вашу ситуацию. Спасибо за просмотр!